Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору выдала Калининской атомной станции лицензию на эксплуатацию энергоблока номер 2 до 30 ноября 2038 года. Инвестиционный проект продления срока эксплуатации блока номер 2 КС реализован в соответствии с государственной программой Российской Федерации развития атомного энергопромышленного комплекса и программой продления срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС концерна Росэнергатом на 2013-2023 годы. Выполнение мероприятий, предусмотренных программой подготовки энергоблока номер 2 Калининской АЭС к дополнительному сроку эксплуатации, стало неотъемлемой частью всех ремонтных компаний, начиная с 2013 года. В 2016 году планопроизводительный ремонт был ознаменован огромным количеством модернизационных работ в связи с заменой электротехнического оборудования и тепломеханического оборудования. То есть практически так называемый первый этап СЭ для блока номер 2 был выполнен в 2016 году полностью. Работы по продлению сроков эксплуатации, проведенные в России, показали, что финансовые затраты на выполнение требований нормативных документов, обеспечивающих возможность получения лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблоков в период дополнительного срока службы, значительно меньше затрат на строительство новых блоков. Мероприятия по модернизации оборудования АЭС, помимо существенного увеличения уровня безопасности атомной станции и повышения надежности работы оборудования, влекут за собой и другие неоспоримые преимущества. Что блок 1 наш, что сейчас блок 2. Мы сейчас их продлеваем на срок службы до 30 лет. И это дает возможность и населению нашего города, работникам нашей станции иметь перспективу уверенной работы и обеспечением персонала на долгие годы рабочими местами. Благодаря реализации целого комплекса мероприятий, сегодня блок номер 2 Калининская атомная станция отвечает самым современным международным требованиям. С момента ввода в эксплуатацию в 1986 году он выдал в энергосистему страны свыше 210 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Юлия Порфилова, Дмитрий Ермаков, Управление информации и общественных связей Калининская АЭС.